Nokia не часто радует нас новинками, зато стреляет обычно кучно, как сейчас. Компания представила не только целый ряд смартфонов бюджетного и среднего класса, но и обновленную концепцию нейминга. Теперь помимо цифр в названии есть также литера, которая указывает на классовую принадлежность аппарата. И в этом обзоре мы поговорим о старшем на сегодняшний день смартфоне нового поколения – Nokia X20. Это смартфон среднего класса, который предлагает крупный экран с Full HD разрешением, свежайшую платформу Qualcomm Snapdragon 480 5G и возможность работы в сетях нового поколения, как несложно догадаться из названия платформы. Последнее не так актуально на сегодняшний день в России, в отличие от 8 ГБ оперативной памяти, 4 тыльных камер и любимой особенности Nokia – чистого Android с гарантированным обновлением в течение трех лет. Поговорим о смартфоне чуть подробнее. Дизайн Nokia X20 выдержан в рациональном финском духе. Это неброский аппарат без глянцевых поверхностей и кислотных цветов, но при этом максимально аккуратный. Лицевая панель прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная камера размещена в отверстии по центру. Обошлось без вырезов. Задняя панель, как и грани, исполнена из многослойного поликарбоната в двух цветовых вариациях – бронзовой либо синезеленой. У них есть названия – полночное солнце и скандинавский синий. Смотрится смартфон очень неплохо, собран качественно. Одна претензия – маркая задняя крышка активно собирает отпечатки, что легко решается с помощью чехла. На гранях мы видим аналоговый выход для наушников – миниджек, монофонический динамик и порт USB Type-C снизу, слот для сим-карт и карты памяти, а также клавишу вызова ассистента Google слева и привычный набор из клавиш включения блокировки и регулировки громкости справа. В кнопку блокировки вмонтирован также сканер отпечатков пальцев. Несмотря на небольшую площадь, что характерно для боковых сканеров, работает он быстро и почти без сбоев. При желании можно продублировать сканер также идентификацией пользователя по лицу. Для этого используется фронтальная камера. Этот метод менее надежен, зато срабатывает еще быстрее. Экран в Nokia X20 установлен жидкокристаллический с IPS-матрицей. Диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек. Углы обзора хорошие, яркость приемлемая, смартфоном можно пользоваться и в солнечный день. К сожалению, не поддерживается режим работы с повышенной частотой. Пролистывание экранов происходит не так гладко, как мы привыкли в смартфонах такого уровня. Аппаратная начинка поначалу вызывает вопросы. В то время как все конкуренты используют Snapdragon 600 или 700 серии, здесь 480. Мы привыкли к тому, что эта серия обычно встречается на бюджетных смартфонах, но по факту Nokia X20 в большинстве бенчмарков, если и уступает конкурентам, то совсем немного, а где-то даже и превосходит. То есть на этом смартфоне можно смело запускать любые современные игры, не переживая закадровую частоту. Разве что придется где-то установить не максимальное качество графики. И самое приятное, в Nokia X20 нет никаких проблем с системой охлаждения. Например, бенчмарк CPU Throttling Test вообще не выявил снижения тактовой частоты центрального процессора, то есть никакого троттлинга. Да и в целом смартфон работает достаточно шустро, приложения открываются с минимальными задержками и не глючат. Тут под спорьем, конечно, становится чистый 11-й Android, для которого обещаны оперативные обновления в течение трех лет. В камере Nokia X20 используется квадромодуль. Основная камера получила сенсор разрешением 64 мегапикселя, выполненный по системе Quad Buyer, который позволяет добиться неплохого результата как днем, так и ночью, особенно с применением ночного режима. Картинки, выдаваемой широкоугольной камерой разрешением 5 мегапикселей, не хватает резкости. Третий модуль отвечает за макросъемку, а четвертый помогает с размытием заднего плана при съемке портретов. Стоит сказать, что в камерах Nokia X20 используется оптика Zeiss, а также имеются и программные фильтры, сертифицированные легендарной немецкой компанией, помогающей добиться красивого рисунка в зоне размытия. Беспроводные соединения в порядке, помимо малополезного пока в наших широтах 5G, поддерживается также LTE со всеми необходимыми диапазонами. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC с поддержкой Google Pay. На смартфон установлена батарея емкостью 4470 мАч, ее хватает, чтобы смартфон уверенно работал сутки. Заряжать чаще его практически никогда не требуется, разве что вы будете непрерывно играть на нем или смотреть видео на протяжении 8 часов к ряду. Если же такое все-таки случилось, по-настоящему быстрой зарядки не предусмотрено. В комплекте со смартфоном идет зарядник мощностью 18 Вт, который заполнит батарею от нуля до сотни процентов примерно за два часа. Nokia X20 уже доступен в продаже по цене 29 990 рублей.